в первую очередь вы украинцы будете другими вы лично алена курбанова все кто смотрит граждане украины эту передачу я вот буквально перед передачи мы там две минуты с вами говорили вот это как раз таки ведь я даже не знал что такого типа вопроса дадите мне вот а в этом контексте я и хотел вам это сказать потому что вы сейчас становитесь другой нацией потому что любая страна любая страна независимости от этого который проходит через такую полномасштабную войну через агрессию более того через такую справедливую войну то есть отечественной войны то есть вы защищаете свою родину свою территорию свои дома свои семьи вот и когда у людей есть такого типа мотивация и тогда у вас самым самим себе родственникам членам семьи друзьям даже к врагам у них программа которых вы считали врагами неприятелям у которых разные политические взгляды к вашей улице буквально ко всему все то что называется родины вот вы будете относиться не так как вы относились вот 2014 году подчеркиваю именно это я отчет именно оттуда хочу глубоко не иду потому что вы это все сегодня с кровью и возвращаете и вот когда вы говорят же люди ценят когда теряют вот вы потеряли а теперь вы это возвращаете возвращать с такой кровью и вы уже будете понимать цену и крыму и донбассу и милитополе и мариуполе то есть и всему все да и киеву родному до вашему вашей столице принятие все ему тому что вот через что прошло где прошли эти вот взрывы дети разрушения через все это потому что вы будете уже точно знать и может быть и люди будут по другому друг другу относиться потому что я не знаю как это было после второй мировой войны я тогда не жил но эмоционально это мне почему понятно потому что я сам прошел через похожую вот такое переосмысление переоценку ценностей после 2 карабахской войны потому что была первая карабахская война я жил это время в азербайджане я непосредственно через себя это пропустил также как миллионы граждан азербайджана и тогда произошло нечестное буквально с нашей точки зрения наша справедливая война весь мир отвернулся от нас потому что с россией связываться никто тогда не хотел с тем же борисом ельцином на которого они тогда сделали ставкой поэтому девяносто четвертом году нас заставили подписать этот позорный бешкетский протокол и у нас внутри был комплекс вот такой как такое может быть да мы страна которая побольше и у нас возможности побольше и мы кому проигрываем армении мы понимаем что это россия сделала вот мы жили вот с этим ощущением а сегодня я вижу консолидацию азербайджанского общества вот тогда в азербайджанском обществе был разброд и шатание потому что нас вот поломали психологически нам было тяжело по всем вопросам и внешней политики внутренней политики не было веры ни во что не нас на западе тем которые говорили красивые слова о свободе о демократии о правах человека так и внутри страны точно так же потому что главное это было вот наша тема наша земля наш карабах понимаете и мы через это вот когда во второй карабахской войне мы это вернули более того мы вернули еще не до конца но посмотрите какая у нас консолидация у нас совершенно другое отношение да я лично о себе могу сказать да таких как я вам говорю миллионы потому что я перевернул эту страницу у меня нет никакой обиды понимает на всех тех кто меня выдавил из страны понимаете естественно в первую очередь правительство у меня нет этого потому что а что я буду с ними делить я родину сегодня защищаю и мы это мы это делаем сегодня вместе у нас на самом деле мощная консолидация обществе я у вас вижу вот я видел какие вы были в 2014 году я сегодня смотрю какие были вы 24 февраля и какие вы сегодня огромный прогресс вы меня да вы сами уважаемая лена на моих глазах вот год я с вами работаю я вижу как вы меняетесь вы за этот год стали на 10 лет может быть старше я имею как профессионал журналист не внешне подчеркиваю не внешне как профессионал журналист потому что вы более ответственно стали подходить к вопросам вы более ответственно стали подходить ко многим моментам которые но можно нельзя потому что есть понятие государственность это очень важно родина это есть вещи которые на неделиме их делить нельзя а есть вещи которые мирной жизни можно позволить себе сегодня эти вещи позволять нельзя я поэтому всегда призвал вас к этому и вот вы вы меняетесь что касается вот и вы поменявшись а когда вы будете восстанавливать свою страну у вас будет и сложные момента психологического порядка, да, потому что огромное количество людей, вот те, которые сегодня беженцы, которые за границей, которые внутри страны беженцы, в том числе, это миллионы людей, а раненые, убитые, покалеченные, понимаете, и не только те в физическом плане, которые будут страдать, а их родственники, ближние, это психологическая травма всего народа, то есть через это надо будет вам как нации проходить, и именно очень важно, чтобы политическая элита здесь была достойна, вот она вела бы себя достойно, как она сегодня ведет, понимаете, в этом плане, это очень важные моменты. Только вместе можно преодолеть это все. И победить в войне можно. И еще очень важно восстановить эту страну. Понимаете? На чужого дядю надеяться нельзя. Только на себя надеяться. Вот вы увидели, что только став более-менее сильным, с вами стали считаться, вам стали помогать. Вот это все я хотел в первую очередь про вас это сказать. Потому что вы интересуетесь, как мир будет выглядеть. Сначала вы поймите. Вы поменялись. Вы сегодня поменялись. И вы постарайтесь понимать это. И вы дальше будете менять. И вы будете ценить вот ту страну, которую вы сегодня защищаете. И как вы эту страну будете восстанавливать? И тогда придет время, как вот немцы сегодня, которые гордятся Германией и не хотят вспоминать о том, что 80 лет назад там был Гитлер. Они другие. Но им тыкают регулярно. Им тыкают. Глаза им напоминают. Вот эта война им напоминает. Даже ваш президент, когда выступал перед Бундестагом, это тоже им напомнил. И правильно сделал. Потому что не надо забывать. Вы прошли через это. И теперь закрыли глаза. Повторили некоторые ошибки. Видите? Это вернулось. Это вернулось на другую землю. Какая разница, куда это вернулось? Это вернулось по вашей живине. Поэтому не сделано так, чтобы это больше не вернулось. И вот эти моменты уже на Западе, на очень достаточно серьезном уровне, это понимание уже есть. Однозначно, здесь нет такого понимания, как было в 91-м году. Во всяком случае, здесь в США я это четко чувствую. Я в Европе не живу, но судя по тому, как я вижу, как идут процессы, как это было 24 февраля и как это сегодня, они тоже меняются. И не от того, что вот они, совесть заговорила в них или что-то в этом роде. Прагматизм, конечно, берет свое. Да пускай берет. Какая разница? У них нет вот этих эмоциональных, мотивационных причин, как они есть у вас, как они есть у меня. Потому что Карабахская война – это моя война. Ваша война – это ваша война, понимаете? Это не их война. Это не их война, не на их территории. Поэтому мы были под раздачей, вы были под раздачей. Понимаю? А они все время хотели откупиться то деньгами и там, где... Или загнать эту проблему любую вовнутрь. Они этим всегда занимались. И 30 лет они после развала Советского Союза этим занимались. Слава Богу, сегодня вы не даете этой возможности им. И они вынуждены были вмешаться. И вы меня спрашиваете, как будет теперь мир. Мир однозначно 24 февраля прошлого года проснулся в другой системе координат. И он просто эту систему координат сегодня, вот как... Возьмите ведро, наполните, да, там, допустим, песком. И просто вот идет сейчас вот такая турбулентность. Потому что это должно вот так осесть и ровная такая поверхность. А пока еще вот эта турбулентность, пока еще... Это все не осело. Потому что война пока идет. Но идет понимание того, что все должно меняться. Все будет переформатироваться. Как в международно-правовой плоскости, с Организацией Объединенных Наций, международные институты, ОБСЕ, ЕС, НАТО. И многое другое. Может быть, и в торговой сфере. Как-то это должны будут существовать новые центры. Будь то китайские, будь то американские, еще какие-то центры. Они должны будут существовать именно так, чтобы вот повторения такого не было бы. Чтобы не прошло бы еще 80 лет, например. И чтобы кто-то где-то, опять же, вот так с дубинкой, тем более через там с годами эта тема вообще, тема ядерного оружия вообще будет легко, ну, учитывая современные технологии. Поэтому надо уже сегодня понимать, коль через 80 лет это вылезло вот таким боком, значит, сегодня надо делать намного более серьезные поступки какие-то, телодвижения или решения принимать. И здесь один коллективный запад с этим не справится. И поэтому очень важно вот рассматривать в этом контексте визит Блинкина в Пекин. И вот сегодня я сейчас с вами разговариваю в данную минуту на рендером моде. Здесь уже премьер Индии. Он уже в Нью-Йорке встречался. Завтра он встречается с президентом Байдена. Государственный визит. Третий государственный визит за каденцию Джо Байдена. То есть огромное уделяется внимание. То есть и как баланс, противовес тому же Китай. И с другой стороны, как страна, которая тоже представляет собой большую цивилизацию, большой центр в этом плане. Поэтому есть темы, которые невозможно решить одному коллективному западу. Здесь надо решать и с Китаем, надо решать и с Индией, надо решать и с мусульманским миром, и с сильными странами в этом мусульманском мире, авторитетными, которые имеют. Та же Курция, та же Саудовская рай в арабском мире, тот же Египет. То есть в африканском мире надо заниматься. В Латинской Америке это человечество сегодня столкнулось вот с этой глобальной проблемой. Так же, как это 80 лет тому назад. И они 80 лет тому назад прореагировали, да. Но с высоты сегодняшнего дня мы понимаем, что решение было не идеальное. Вот то, что они тогда приняли, решение было не идеальное. То есть они поставили вот этих себя победителей над землей, над планетой, над законом. Они оказались незаконно, да, вот эти постоянные члены Совета Безопасности с правом вето. А все остальные оказались вот якобы подчиненные этим законам, если кто-то что-то не делал или им били по голове, или же их защищали с точки зрения того, это ты сукин сын, но ты мой сукин сын. То есть для Америки свой сукин сын, для Советского Союза свой сукин сын. Это так и происходило. А такого не должно быть. Должна быть какая-то... И поэтому вот сегодня произошло такое, и видите, это все пробуксовалось, потому что каждый начинает право вето, право вето, и эти институты не работают. Что касается цивилизованного мира, цивилизованный мир тоже наверняка понял, что всю пагубность вот такой политики двойных-тройных стандартов, когда они с одной стороны говорят демократия, автократия, права человека и все остальные вот эти красивые слова, и в то же время за деньги, за большие деньги продают эти же ценности. А потом хотят понять, почему сегодня на этих территориях, где вы это проталкивали, сегодня это слово и эти ценности как ругательные, и люди оттуда бегут. А вы еще от них хотите каких-то телодвижений, от грузин там, держа Саакашвили в тюрьме, вы начинаете проявлять недовольство, почему грузинское правительство так себя ведет, почему грузинское общество инертно по отношению к своему правительству. Например, почему оно не может его убрать, да, в этом плане. А как оно уберет? А кого она поставит? За кого она шла, он сидит в тюрьме, смотрит на вас, вы не птелитесь. Вспоминает 2008 год, агрессию против Грузии. Посмотрела, как вы их продали Грузию с этим Саакашвили. Потом видит в 2014 году. И сейчас видим, что Украина попала под раздачу. Видела, как вы вели себя с самого начала. А все на это смотрят. И мой родной Азербайджан также смотрит. И вот сегодня моя переоценка ценностей. 30 лет назад я заратовал, вот как вы все, за евроинтеграцию, за Евросоюз и за НАТО. 30 лет назад я сегодня, Рамис Минюст, выступаю против этого. Для моего Азербайджана. Вот для моего Азербайджана я выступаю против. Почему? Потому что сегодня они не поддержали меня, мою страну во второй Карабахской войне. Меня поддержали совершенно не те страны. То есть Турция не как член НАТО поддержала нас. Турция поддержала как братская страна. Вот и все. А Израиль вообще не член НАТО. Пакистан тем более не член НАТО. И не член Евросоюза. То есть я к чему говорю? Вот в этом плане. А мне что нужно? Быть в Евросоюзе и быть в НАТО и потерять 20% своей территории. Чихать я хотел на эту Евросоюз, на эту НАТО. Понимаете? И мне такая демократия даром не нужна. Мне такая демократия даром не нужна. Понимаете? Если в результате этого я потеряю половину своей территории. Вот зачем вы эту территорию, если у него нету Крыма? Если у него нет Донбасса? А завтра он будет в Евросоюзе и сейчас ему начнут сказать. Да, вот давай выступайте в Евросоюз. Мы вас принимаем НАТО только с одним условием. Откажитесь от Крыма, откажитесь от Донбасса. Вот как Типа поют сейчас многие эти песни. Зачем украинцу такой Евросоюз, такой НАТО? Лучше я не буду ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Пойду, буду иметь политические, экономические, военно-стратегические отношения с какими-то двумя-тремя странами, мне до лампочки какое-нибудь политическое устройство, но чтобы они мне помогли освободить и Крым, и Донбасс. Вот это будет честнее по отношению к простому украинцу, который жил там в Крыму. Вот мое понимание такое. Вы сказали про турбулентность, вы сказали про то, что меняется весь мир, и, судя по всему, ну, по крайней мере, то, что, то, зачем мы, господин Юнус, так активно на этой неделе наблюдали, это, конечно, поездка Энтони Блинкина, которую вы уже упомянули, в Китай, встреча с Си Цзиньпинем. То есть здесь, я думаю, что наши зрители, которые часто следят за нашими с вами стримами, они ведь знают, что американско-китайские отношения, мягко говоря, непростые. И Энтони Блинкин давным-давно должен был побывать в Пекине, но если бы не этот шар. Значит, после встречи с Си Цзиньпинем мы увидели множество публикаций, господин Юнус, где сказали, о, ну вот там прорывное было, прорывная встреча, хорошие результаты и так далее, пока не вышел президент США Джо Байдена и сказал то, что он сказал про Си Цзиньпиня, уже есть у нас нота протеста от Министерства иностранных дел и так далее. Давайте тогда по новой переосмыслим и поймем, а что теперь происходит между китайско-американскими отношениями, что должен был Блинкин привести домой, да, какой результат, и что можно сказать по сегодняшней оппозиции Китая, уговаривал ли его Блинкин снова и снова не помогать России? Ну, давайте по порядку. Вот я всегда стараюсь вам объяснять и уметь читать, как это происходит. И вот то, что нам сейчас преподнесли в виде картинки, а то, что нам не преподнесли. И мы как должны анализировать это? Вот как я анализирую? Значит, точку отсчета возьмем встречи в Индонезии, когда они встречались. Встретились оба лидера, встретились, вышли на публику, сказали очень хорошие, грамотные слова. Никакой, ни горячей фазы, ни холодной фазы. У нас есть о чем договориться, потому что у нас огромные интересы, да, взаимные. Все, это говорится. И плюс был анонс того, что Блинкин поедет туда, в Китай, продолжает реализовывать уже все то, о чем мы договорились. Так, и вдруг в этот момент, в этот момент происходит что? Кстати, и на этот момент, это промежуточные выборы здесь, в Соединенных Штатах Америки, визит Нэнси Пелоси, провокационный, так сказать, визит, который, также вы меня спрашивали, я вам также объяснял о том, что говорил, не обращайте на это внимание, это все внутриполитическая риторика, промежуточные выборы здесь, они для этого это использовали. И, естественно, они вот покричали, американцы продемонстрировали, Китай поступал против, все, об этом все забыли, моментально об этом все забыли. После этого, после этого, вот точно такую же провокацию провели уже республиканцы, Кемин Маккартни встретился с президентом Тайваня, также покричали, поорали, потом это сошло на нет. Самое главное, со времен того же Барака Обамы, во время Трампа, это еще даже усилие, сейчас это продолжается. Поймите четко, в Америке на повестке дня, номер один это тема Китая, не только потому, что они в доктрине национальной безопасности, я говорю, Китай, Россия, Северная Корея и Иран, но по масштабу Китай на первом месте. И поэтому она всегда была. Агрессия России, второй страны, вот в этом списке, против вас, она подняла эту тему сегодня, ну, тоже сделала более-менее актуальна. То есть Китай как был, так он остался на первом месте. Просто ваша тематика, она поднялась, изнизу она вот так поднялась, но она временно поднялась. Вот как только закончится эта война, она снова опустится. Китайская тема, она останется. И я это к чему говорю? И на этой теме уже многие годы, несколько администраций, набирают политический кредит. Внутри своей страны. И республиканцы, и демократы. Два примера я вам привел, да, с визитем вот этих спикеров. Просто проспекулировали, для внутренней конъюнктуры что здесь было это использовано. Тот же Кевин Маккарти, потому что он так с трудом прошел через это, ему нужно было показать. Из другой страны, республиканцы должны показать всему обществу, что мы более уверены, антикитайские демократы, точно так же мы продолжаем эту же линию антикитайскую. И при всем при этом, это все публично. А в непубличной плоскости есть понимание того, у истеблишмента, что с Китаем надо работать, потому что все проблемы на этой планете без Китая разрулить невозможно. То есть если они разруливали точно такие же проблемы с Советским Союзом тогда, и Советский Союз экономически не имел таких завязок с той же Америкой, которая есть сегодня у того же Китая. И понятное дело, ежели тогда не договаривались, сохраняли все каналы связи, и у них за все эти годы всего один раз дошло почти до горячей фазы это Карибский кризис, а все время они воевали на чужих территориях. В Вьетнаме, в Камбодже, в Родезии, в Латинской Америке, везде, где хотите, но только не друг с другом. Друг с другом. Вот один раз это Карибский кризис был, но опять же, они ее разрулили. Поэтому мы должны понимать взаимоотношения между США и Китаем, это не проблема 24 февраля, когда она началась. То есть она более такая стратегического плана, да, проблема. И естественно, в этой связи есть страны, которые не хотели бы этого. И есть это внутри этих стран, как внутри самого Китая, но внутри самого Китая меньше все, в меньшей степени. Хотя там тоже есть определенные, сами понимаете, радикалы, которые не все же там поддерживают, от того, что там сегодня единение, коммунистическая партия. Вы же должны понимать, что сегодня после реформ того же Дэн Сяопина Китай уже совершен, это не Китай Мао Цзэдуна. И именно там могут быть определенные силы, которые могли быть заинтересованы еще большим ухудшением этих отношений. Побольше таких сил в самых Соединенных Штатах, потому что вы видите конкуренцию между республиканцами и демократами, и они могут быть в силовых структурах. Есть страны, которые вне находятся этих двух стран, также могут быть заинтересованы, у которых есть такие большие возможности, космические, которые могут эту провокацию протворить жизнь с этим воздушным шаром, то есть в любых масштабах. Но в любом случае правду об этом знает как разведка Америки, так и разведка Китая, однозначно. Поэтому эта тема всплыла, на нее надо было публично реагировать, ну сорвали визит. Но однозначно этот визит, я вам говорил тогда, его отложили. Вот видите, вот визит теперь состоялся. Теперь в публичной плоскости что нам показали? Положительный фактор, что он состоялся в этой ситуации, значит политическая конъюнктура уже подвела к этому. Плюс положительный фактор, что Си Цзиньпин лично его принял. Потому что по протоколу Си Цзиньпин не принимает министра иностранных дел. Категорически. Он принимает только глав государства. Вот. Или же бывших глав государств, да, по протоколу. А здесь он принял. Значит, он хотел показать. Он хотел показать публично. Он мог этого и не делать. Значит, это жест со стороны того же Китая. Это естественно жест, который здесь в Америке заранее наверняка тоже знали. Поэтому это положительные моменты. Теперь публично что сказали, посмотрите, как Си Цзиньпин позитивно отозвался, посмотрите, как позитивно выступил. Это публично. Но это вызвало огромную критику, в первую очередь здесь в Соединенных Штатах, особенно тема Тайваня. А что сказал там Блинкен? Он повторил все то, что говорят все администрации. Это доктрина США с 70-х годов. Одного Китая, они тогда поменяли их местами. Тайвань и Пекин. Тайбей с Пекином поменяли здесь в Организации Объединенных Штатов. С тех пор это политика одного Китая. Две системы, но один Китай. Они это продолжают. То есть Тайвань это территория Китая. И они это признают. И Блинкен это просто повторил. Так республиканцы, посмотрите, моментально начинают на него наезды делать. Ну что, зачем вы наезжаете? То есть для того, а предвыборная кампания началась. Поэтому, естественно, для того, чтобы нейтрализовать градус этого, моментально Байден идет вперед и моментально делает вот такое заявление. Типа, вот диктатор, диктаторы, вот так они все эту думают. То есть показать о том, что от того, что там мы это сегодня поехали, кто-то сказали, это совершенно не имеет отношения к нашему, к нашу общей стратегические линии в отношении Китая. Китай как был нашим противником номер один, так он и остался. То есть я хочу, чтобы вы понимали бы, что в реале, а что вот так в публичной плоскости так происходит. А раз по-простому, в резюме, это хорошо, что они встретились, потому что это хорошо, что публично вот они сделали такие заявления. Это лишний раз говорит о том, что они понимают всю ответственность, которая стоит перед Вашингтоном и Пекином за то, что происходит на планете. Они понимают, что это не только эта война, а очень многие другие моменты, которые им придется разруливать. Просто другое дело, понимаете, когда вот соревнования, да вот как, я не знаю, двух мужчин возьмите или двух женщин, в основном среди женщин это бывает, две женщины какие симпатичные, такие эффектные, или там, которых знает весь мир, вся планета, актрисы, певицы там, кого хотите возьмите, и вдруг они вот регулярно встречаются, но каждый из них же конкурирует все время, я в другом платье, они же не захотят в одном платье выходить, в одной брошке, с одной прической и так далее и тому подобное, то есть они хотят перещеголять, и при всем при этом они имитируют, как будто бы они подружки, как будто они близкие такие, эти самые, самые такие, вот в Советском Союзе такие были, Алла Пугачева, София Ротара, вот между ними, что конкуренция, знаете, до чего это доходило, за кулисами эти, те, которые, я к чему я веду, это всегда так было, вот это соревнование, это будь в одной стране, а если это большая политика, и здесь замешаны такие огромные деньги, тогда понимаешь, что есть какие-то границы, дипломатии, границы публичной политики, а есть все, что происходит за кадром, за кадром, естественно, разведки будут делать свое дело, шпионить, ловить, наказывать, продвигать свои интересы, это было, если бы, как во времена Советского Союза, так и во времена противостояния с тем же Китаем, просто сегодня здесь, им, вот как они говорят, до горячей фазы, очень далеко, по той простой причине, что посредине есть огромный финансовый интерес, поэтому резюмирую, я очень положительно оцениваю этот визит, а все то, что вот мы будем слышать такой сотрясающий воздух, типа вот Байден, то сказал, и МИД, Китая высказался за это, рассматривать это как пропаганду, информационная война, так же, как провокационные визиты там, американских представителей в Тайване, или тайваньских каких-то лидеров сюда в Соединенные Штаты Америки, это существенные изменения в политику Соединенных Штатов Америки в отношении единого Китая, это не внесет, и это не дойдет до горячей фазы между Китаем и Америкой, а что касается, уже касательно вас, вашего интереса, касательно позиции Китая по Украине, я думаю, эта тема была одной из самых важных в этой встрече, и вы увидели, что открыто, публично тоже на эту тему сказали, если Китай по сегодняшний день не сделал таких роковых ошибок, я не думаю, что отсюда туда он будет продолжать это делать, я уверен, что контакты будут продолжаться, контакты будут продолжаться, я думаю, и министры иностранных дел, или Ван Исан, прилетят сюда, в Вашингтон, продолжение будет переговоров, и я думаю, ну, сейчас будут работать над тем, что на следующем саммите двадцатки, как это было вот в этом самом, на следующем саммите двадцатки, а он, по моим данным, он должен проходить в той же Индии, нужно будет сделать так, скорее всего, будут работать над тем, чтобы они снова встретились, то есть, чтобы встретились уже Байден и Си Цзиньпинь, и я думаю, это очень хорошо, что если еще в этой связи смогут сделать так, чтобы там был бы и президент Зеленский. Какая разница, как это, как в конечном итоге Абрамса окажутся у вас, как в конечном итоге Эр-16 окажутся, и Атангамса, но процесс идет, самое главное, я это вижу, и я вижу микроклимат на эту тему, я вижу микроклимат в том же Конгрессе, вот ковыряли, ковыряли, три миллиарда, что-то не пересчитали, сейчас посчитали шесть миллиардов, опять же, это якобы сэкономили, то есть, до этого все равно же вы постоянно получаете эту помощь, почти каждую неделю, перед нашей передачей, Байден созванивается со мной и с Аленой Курбановой, и говорит, что вы выходите в эфир, вот я вам перед вашим эфиром сообщаю об этом, то есть, регулярно вроде так получается, и теперь вы посмотрите, шесть миллиардов, но процесс же идет, то есть, значит, еще шесть миллиардов остались, то есть, до сентября месяца, не только шесть, там еще несколько миллиардов, также они остались, то есть, это лишний раз в кассу, но это же опять, оно не имеет никакого, это внутренние проблемы, аудит пошел проверил, оказалось, что для своих одна цена, для чужих другая цена, не так посчитали, там огромные масштабы, ну и оказалось, что наоборот больше посчитали, ну кто это сделал, там бухгалтерии наверняка его накажут, вы к этому не имеете никакого отношения, на поставках вам это никак, ни коим образом не скажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова